Понаблюдаем за опасными моментами этого матча, всего матча. Первый из них был в исполнении Михаила Низовкина, бросал в надежде на отскок. Отскок-то был, но партнер не дошел до этой шайбы. Ну и момент у Кирилла Кадышева после передачи Артема у Дота. Поперечная передача неудобная, шикарная. Бросок хороший, не самый лучший и нерезультативный, что самое главное. Здесь силовой прием от Афанасьева на Вадим Шавека, которому поаплодировал Иван Куликов. Комбинация в исполнении Теряева и Ильдар Шксадарова, которая также не увенчалась голом. Марацкаров на протяжении всего матча давал наставление и установок своей команде. Подбил здесь Илья Зиновьев. Вениамина Баранова. И после этого краски черно-белые вышли вперед в формате 5 на 4, но по сути в формате 5 на 3. Не мог подняться сольда Вениамин Баранов. И Никит Келегин замкнул передачу Ильи Зиновьева. В этом эпизоде, сделав счет 1-0 на старте второго периода, уже в концовке Тулики сравняет. Перед этим было несколько хороших моментов у команды АКМ, в частности у Сергея Теряева. Несколько раз он набрасывал на ворота, но справлялся с этими угрозами Данил Машаров. А здесь не справился с выходом 1-0 от Мокина. Обокрал Кирилла Кадышева и Сергея Другаля, 56-й номер Тулы. И в меньшинстве вышел 1-0, забросил шайбу. Сделал счет 1-1 в концовке второго периода. С такими цифрами команды ушли на перерыв. И уже на старте третьего игрового отрезка Тулики вышли вперед, забросили вторую шайбу в этом матче. Перед этим, конечно, были моменты у черно-белых. А здесь никто не смог преградить перемещение шайбы по пятаку Данила Машарова. Не сам голкипер, не Александр Филатов. Задел он немножко шайбу, но направление она не сменила. И замкнул на дальние штанги передачу Ильдара Ксадарова, Александр Локтев. Сделав счет, тем самым 2-1 на второй минуте третьего периода. Вышли Тулики вперед. После этого давление не сбавили. Продолжили нагнетать, продолжили атаковать. Ворота Данил Машарова. Челябинцы же отвечали. Были и у них моменты. Играли они в формате 5 на 3. В штангу попадал Ильдар Ксадаров. Не смог сам отличиться, но голевую передачу отдал. Зайписал свое имя в проткол. А вот кто не промахнулся и забросил шайбу в створ. Ворота, что самое главное, в сетку. Это Максим Мальцев. Красивая комбинация в исполнении 80-го номера и 90-го номера Михаила Шалагина. Привела к третьей заброшенной шайбе в середине третьего периода. И укрепили преимущество Тулики, сделав тем самым счет 3-1. Максим Мальцев стал героем эпизода. Стоит отметить и комбинацию с Михаилом Шалагиным. Неудачный полет в исполнении Александра Филатова, когда подпрыгнул 22-й номер, но потерял в воздухе равновесие. Ударился головой и получил рассечение. Покинул он скамейку, покинул площадку. И покидаю я, Сергей Михно, этот эфир. Был я с вами на протяжении всего матча. Также режиссер трансляции. С нами был Сергей Новожилов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok